По статистике врачей, 1% населения нашего города инфицирован ВИЧ. Всю необходимую терапию такие граждане могут получать, не выезжая из Берска, но пользуются этим немногие. В ситуацию вникал Аркадий Ефимович. Не секрет, что ВИЧ-инфицированный человек должен жить, соблюдая определенные правила. В первую очередь, это соответствующее лечение, или, по медицинской терминологии, антиретровирусная терапия. Это лекарство, которое подавляет размножение вируса в организме человека, и он перестает уничтожать иммунную систему. То есть иммунная система перестает страдать, и более того, значительно снижается риск практически до нуля заразить другого человека. Раньше для того, чтобы получить эти лекарства, человек должен был ехать в Новосибирск, где огромная очередь, так как туда обращаются граждане со всей области. С этого года все необходимые в случае заражения ВИЧ-инфекцией услуги можно получить в Бердске. Схема давно отработана. Мы посылаем туда заявку, они нам на каждого пациента индивидуально готовят лекарства. Мы приезжаем, всем сколько получают, они потом приходят, как-то им удобно, в удобное для их время, получают у меня лекарство. Вот и все. По словам специалистов, набор необходимых препаратов на месячный курс для одного пациента стоит от 10 до 30 тысяч рублей. При наблюдении по программе АРВТ лекарства абсолютно бесплатны, и принимать их нужно регулярно. Только в этом случае человек может жить абсолютно нормальной и полноценной жизнью. Я стою перед выбором, говорить мне стоматологу или нет. То есть мне открываться в анонимности или нет, потому что у меня есть такое заболевание. Так как я гражданин сознательный, я говорю, потому что я вижу, что стоматолог может залезть в следующий род теми же перчатками, которые лазил мной. Потому что перчатки, которые я работал, послужил пациентом, он не менял. Поэтому я как сознательный пациент, я говорю. Скажет ли другой пациент, который менее сознательный, я не знаю. По статистике в нашем городе зарегистрировано 1046 ВИЧ-инфицированных. Из них наблюдаются у врача только 40%, а получают АРВТ-терапию только 30%. По мнению врача, люди боятся огласки или не верят в результат. При этом инфицированный, не соблюдающий определенных норм, продолжает заражать окружающих. По поводу лекарств, я могу сказать, что мне подобрали подходящую схему. Мне лекарства без задержек. Эти заболевания прекрасно данными препаратами, так скажем, кайзятся, уходят в стадию ремиссии. Если соблюдать нормальный образ жизни, не проказничать, одевать шарфик, тёплые носочки, то можно жить долго, даже сейчас, словом. Если это не лечить, это смерть. Если это лечить, это три таблетки в день. Это ничего страшного. Также инфекционист отмечает, что ВИЧ-инфекция пока неизлечима. Но чем раньше человек обратится к врачу и начнет получать лекарства, тем дольше и качественней будет его жизнь. Это лекарства, они позволяют пациентам заводить семьи, рожать здоровых детей. Это очень важно. То есть все у нас беременные, они все подлежат лекарственному лечению. То есть на беременность совершенно никак не влияет. Дети рождаются совершенно здоровыми. Они снимаются потом с учетом. Доктор напоминает, что смерть наступает не от самой инфекции, а от того, что иммунитет не работает. К примеру, около 90% инфицированных ВИЧ умирают от стремительно развившегося туберкулеза. Субтитры создавал DimaTorzok